Это русская служба BBC, подкаст «Что это было», меня зовут Сева Бойко, всем привет. Одна смерть, десятки уголовных дел и сотни задержанных — таковы итоги протестов, которые вспыхнули в январе в Башкирии. Жительные республики устроены акцией в защиту находившегося под судом активиста, а закончилось всё репрессиями против самих протестующих. Как власти подавили вспышку протестной активности в Башкирии и почему случилась она именно там, разбиралась моя коллега Наталья Зотова. Наташа, привет. Привет. Ну, давай начнём с самого начала, из-за чего вообще в Башкирии возникнут эти самые протесты. Тогда нужно начинать с весны 2023 года. Тогда, в апреле, в Баймакском районе Машкортостана, это на юге, люди собрались на народный сход против выдачи лицензии на геологоразведку золотодобывающим компаниям. Им не нравилось, что их земли, плодородные земли, земли на которых что-то растёт или просто где они гуляют, где лес, туда приходят золотодобытчики и, в общем, всё разрывают. И это продолжается там из года в год, потому что там золотоносная земля в этом регионе. И люди собрались на народный сход. Туда приехал в том числе известный в Башкортостане активист Фаиль Алсынов. И Алсынов говорил на башкирском. И в своей речи он употребил выражение «карахалык», которое означает «чёрный лют», ну, буквально. Но правоохранители посчитали, что это оскорбление уроженцев Кавказа и Центральной Азии, тогда как сам Алсынов настаивает, что это неправильный перевод, что, на самом деле, он просто говорил, имея в виду, простой народ. И, тем не менее, на него написал заявление за эту речь сам губернатор Башкири, Ради Хабиров. И началось уголовное дело за вот эти два слова, за разжигание межнациональной розни по печально известной 282-й статье Уголовного кодекса. И люди, которые поддерживали Алсынова, даже скандировали на своих митингах «мы, чёрный лют», пытаясь показать, что это не оскорбление, и он вообще говорил не о том. Но, тем не менее, Алсынова судили, его приговорили к четырём годам тюрьмы. И вот вокруг этого приговора и начались протесты. Что там происходило? 15, 17 и 19 января люди собирались дважды в Баймаке, где, собственно, судили Алсынова, и один раз в Уфе. И хотя людей там было по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч на каждом из митингов, то есть не супермного, не десятки тысяч мы не о таких массовых митингах говорим, но, тем не менее, для России военного времени это самые массовые протесты за эти два года. И эти протесты встретили, конечно, жестокое сопротивление полиции. Люди выходили к суду, собственно, люди просто ждали приговора. Вот в Москве тоже так делают и этой традиции много лет. Но их начинали разгонять. Приходила полиция в полную амуницию, то, что называется, космонавты в шлемах со щитами, с дубинками. Люди передавали, что мобильный интернет не работает. Таинственным образом протестные телеграм-каналы куда-то исчезли в тот момент. Полицейские били людей дубинками, кидали, по сообщениям очевидцев, какие-то светошумовые гранаты или дымовухи, в общем, что-то летело в них. Видимо, немного, но, тем не менее, это было. И люди в ответ закидывали полицию снежками или какими-то кусками слипшегося такого замороженного снега. После этих митингов Башкирию прям накрыла волна репрессий. К людям стали приходить по домам. То есть большая часть задержаний произошла чуть позже, через пару дней после митингов. Она началась. И к людям ходили по домам, их задерживали на улице просто, когда они там по своим делам шли или ехали. И больше сотни задержанных были осуждены по административным статьям. То есть им назначили несколько суток ареста в спецприемнике. А на сегодняшний день больше 30 человек арестованы по уголовному делу. И некоторые из вот этих административно арестованных, они тоже не вышли на свободу. То есть их после этого административного ареста или даже во время уже начали допрашивать по уголовному делу или повезли и арестовали, когда им была пора выходить. Ну, то есть для такого небольшого протеста по количеству людей, да, столько задержанных и арестованных, это огромный процент. Это очень жесткое подавление претестной активности. Власти Башкирии как-то комментированы все эти события? Как они объясняли то, что происходило практически целую неделю в регионе? Ну, власти Башкирии все валили на злых эмигрантов, которые мутят воду дистанционно. Ради Хабиров говорил, что вот вы думаете, что это экоактивисты, что это патриоты, которые просто свою, значит, родину хотят улучшить. А на самом деле есть люди, которые находятся за границей, которые предатели и хотят отсоединения Башкортостана от России. И вот таким образом они, значит, ведут свою тайную работу, возбуждают народ выходить против власти. То есть он утверждал, что это не компания экологических активистов, а, по сути, происки сепаратистов. Да-да, что эти люди только притворяются активистами, борцами за экологию. На самом деле, да, это все, чтобы Россию развалить. Ты побеседовала для своей публикации на эту тему с семьей одного из задержанных. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что значило на личном уровне переживать вот эти репрессии со стороны башкирских силовиков. Да, люди напуганы и вообще не очень охотно говорят с журналистами, и сложно что-то вытянуть из них, как какой-то рассказ. Тем более, что люди действительно и растерянные, и раздавленные. И многие первый раз с этим столкнулись. Никто не понимает, что это все вообще означает, как себя вести и что делать. И, собственно, так было с Велюром Карачуриным, вот старшей дочерью, которого я поговорила. 18 января, то есть еще даже до вот этого последнего митинга в Уфе, на следующий день после приговора Алсынова, рано-рано утром в 6.30 утра полиция пришла к нему домой, и его забрали даже без обыска. И он не сопротивлялся, и просто проехал с полицейскими, не понимая, что с ним будет дальше. И его жена, которая осталась дома, тоже не понимала, насколько все серьезно. И она даже не била тревогу, не звонила правозащитникам, пока на следующий день, 19 января, семье не позвонил адвокат по назначению и не сказал, что вот вашему мужу предъявили обвинение в массовых беспорядках и в избиении полицейского. Это уголовная статья? Да, обе уголовные статьи довольно с неприятными сроками. То есть у человека даже вот адвоката не было, да, никто не подумал, что он ему нужен, никто не озаботился в тот момент. Вот просто адвокат по назначению, значит, должен был предупреждать семью. Ну и все, человек сидит в СИЗО, а дома у него пятеро детей, из них четыре ребенка несовершеннолетние, и, собственно, его жена в декрете с младшим. То есть она еще не работает, и он единственный был кормильцем семьи, и теперь же в целом непонятно, на что они будут жить. И эта семья, как и многие другие, открыла сбор средств, и, собственно, есть такое ощущение, что какая-то протестная активность немножко переползла вот в жертвовании, в помощь задержанным, потому что это, если посмотреть там какие-то чаты в Телеграме, то этому много. Это почти каждая семья открыла сбор средств и там собрала десятки тысяч рублей. Этого пока что не хватит на поддержание человека в тюрьме, потому что это дорого, адвокат это дорого. Семья, которая осталась без кормильца, тоже нуждается в деньгах. То есть это все не так много. Но, тем не менее, видно, что люди готовы давать деньги. То есть, что, конечно, все напугались, но относительно безопасные способы протестовать еще какие-то остались. Хотя бы поддержать тех, кто протестовал и сел. Как я понимаю, сам Алсын, который невольно выступил катонизатором для этой всей истории, писал из тюрьмы обращение с просьбой как раз поддерживать тех, кто там косвенно, может быть, из-за него в итоге тоже и оказался. Да, он написал из СИЗО письмо с просьбой не бросать тех, кто выходил за него и попал в беду. И, собственно, ну да, в этом тоже, наверное, есть какое-то единение, в том числе национальное единение и не бросать своих, не бросать их семьи. Но, как я понимаю, та история, которую ты рассказала, Карачурина, еще, в общем, не самая трагическая. И много независимых СМИ писали о гиббине Рифата Даутова. Там какая-то не до конца проясненная история. Что мы об этом знаем? Да, действительно, 25 января задержали Рифата Даутова. Задержали не на митинге, а намного позже, в отдаленном башкирском селе, куда он приехал к своей девушке. И все, посадили в машину и везли, как бы ничего не объясняя. Ночь родные не знали, где он и что с ним. На следующий день к ним пришел участковый и пригласил на опознание тела. Просто полицию вызвала, а на следующий день умер. Действительно, что же с ним случилось? Полиция, естественно, говорила, что он отравился суррогатным алкоголем, что они вообще ни при чем. И даже выкладывали какие-то видеоролики с рассказом очевидцев. Типа, да, мы были задержаны вместе с... Там сидели в полиции вместе с Даутовым, и он качался, не мог ровно стоять, его тошнило, как будто признаки алкогольного опьянения. Опьянение и отравления. Да, но при этом человек может тошнить, и он может качаться, если, например, головой ударили тоже. Не нужно забывать об этом. И сестра Даутова после того, как их вроде как пригласили на опознание, она не сразу попала, собственно, к телу брата. То есть их как бы пригласили, а как бы и не давали посмотреть. И только 31 января её приняли в Следственном комитете и заверили, что проведём проверку, проведём экспертизу, всё исследуем. Но, тем не менее, очень... История, в которой мы мало что знаем, но как бы когда человек попадает в полицию, и на следующее утро он мёртв, как бы какие-то предположения приходят в голову первым. Вряд ли суррогатный алкоголь. Тем более, что Даутов, по словам родственников, был верующим мусульманином, и в исламе вообще запрещён алкоголь. По их словам, он соблюдал этот запрет. Пару уточняющих вопросов. Даутов был одним из участников этих протестных акций? Опять-таки, родные говорят, что нет, что он там вроде как случайно оказался. И такие истории мы знаем. И в Москве были такие случаи, когда человек вышел из метро, там протесты, его хватают, и вот он уже обвиняемый по уголовному делу. То есть не то, чтобы это первый раз в истории. То есть в этом можно поверить, что он там был случайно. Все друзья там говорят, что он не был активистом никогда. Причиной его задержания было его участие в этих акциях. То есть к нему пришли полицейские, потому что он попал на карандаш во время этих протестных событий, или потому что, я не знаю, он дебоширил. Насколько я понимаю, что дело именно в протестах, так, по крайней мере, говорят, все его окружение. Но есть еще один вопиющий случай. Участник протеста, Дим Девлеткильдин, его вызвали в МВД. Ему сказали, сейчас быстро, сейчас быстро отпустим. Конечно, никто никого не отпустил. И вот он уже в суде, его арестовывают, отправляют в СИЗО, а он дает показания и говорит, что его били, заламывали руки, и били по ногам, и чтобы он дал пароль от телефонов. И, в общем, в результате избиения ему повредили позвоночник. Его отвезли в больницу. Там результаты компьютерной томографии показали, что есть признаки перелома отростка позвонка. Тем не менее, Дим Девлеткильдин не в больнице, он в СИЗО, где мы понимаем, что невозможно получить адекватную медицинскую помощь, тем более при повреждении позвоночника. Это как бы серьезное дело. Хорошо, давай двигаться дальше. Ты сказала о том, что эти протесты были не очень масштабными, если сравнивать их, например, с столичными протестами довоенными, но тем не менее, что они были самыми яркими с начала войны. В связи с этим вопрос. Почему именно Башкирия? Почему именно там полыхнула? Ну, так сложилось, что Башкортостан один из регионов России, где вот есть эта сильная традиция протестов. Там годами были местные националисты со своими организациями, у которых были в том числе политические требования. Например, они боролись за сохранение должности президента Башкортостана. Как раньше у региональных республик они имели больше автономию, чем просто там область какая-нибудь. Собственно, поэтому они назывались республики. И у каждой был свой президент. Но потом, когда в России режим стал все более и более авторитарным, стало понятно, что это президент. У нас один президент. Никаких президентов больше, кроме Путина. И в Башкирии выступали за сохранение должности президента, за конкурентные выборы главы республики. И яркими активистами там были именно националисты, для которых это был вопрос национальной автономии, какого-то уважения к народности, к башкирам и признание, что они имеют право на все это. Кроме того, еще одна важная тема в республике – это экология. Экологические протесты случались там не раз. Последний раз в 2020 году, когда тысячу людей защищали Шахан-Куштау. Это гора, на которой хотели начать разработку месторождения, но людям была дорогая эта гора. Она бы в результате этого просто сравняли с землей буквально. И в экологический протест включились и политические силы, такие как штаб Навального местный во главе с Лилией Чанышевой. И в том числе участники башкирского национального движения. Потому что, опять же, для них вопрос экологии сливается с вопросом жизни башкира, уважения к башкирам и так далее. И Куштау удалось отстоять, кстати. Это важно, что этот протест был не без побед. Но против активистов начали работать силовики. Достаточно вспомнить, что случилось с Лилией Чанышевой. Ее в 21-м году посадили после того, как Навального признали. Все штабы его и все организации признали экстремистскими. И против активистов национальных движений тоже начали работать силовики. Уже много было дел. В 2020 году было кромоскалинское дело. По нему в прошлом году только вынесли приговоры, хотя сроки условные. Но, тем не менее, в Башкирии национальных активистов щемят, грубо говоря. И поэтому люди уже заранее возмущены. Как бы у этого возмущения есть богатая история. Много есть чего предъявить властям. И тут еще случается вот это с Алсыновым, который, кстати, тоже один из создателей национальной организации «Башкорт», которую жестоко разгоняли. И кто-то из лидеров уехал, кто-то был посажен. А сама организация признана экстремистской и деятельностью запрещена в России, да? Да. Да, я, кстати, сегодня, когда готовился к нашему с тобой разговору, посмотрел фотки по запросу протеста УФА на сайте российского государственного агентства ТАСС. И по этому запросу можно найти фотографии акции протеста после катастрофы на химическом предприятии в Башкирии, которое состоялось в 1990 году. То есть 35 почти лет назад тема экологии была чрезвычайно актуальной для Башкортостана. Ты сказала о том, что в истории с Шханом Куштау удалось в итоге добиться того, чтобы его разработка не начиналась. И, как я понимаю, несмотря или с учетом всех тех страшных историй, которые ты сейчас рассказала, странным образом то требование, с которого началась вся эта история, требование ограничить золото разработку, тоже было выполнено, да? Да, действительно. Тот же самый Ради Хабиров, который обвинял протестующих в том, что они наймиты Запада и хотят развалить Россию, отсоединить Башкортостан. И писал заявление Налсынова. Да. Он же заявил, что жителей очень беспокоит золотодобыча. И нас, конечно же, поэтому она тоже беспокоит. Нас, я имею в виду, видимо, власти. И мы наведем порядок по этим лицензиям. И, в общем, сегодня было принято решение о моратории на выдачу новых лицензий на зобычу золота. А со старыми, сказал Ради Хабиров, мы пока, вот, пока эта моратория действует, мы разберемся и проверим, там, все ли по правилам они действуют и так далее. То есть, да, как ни странно, события с Алсыновым все-таки сдвинули эту ситуацию с мертвой точки. Ну, конечно, сложно подозревать, что Хабиров правда внезапно обеспокоился этой проблемой. В конце концов, можно было тогда в апреле 23-го года этим им заняться, если он услышал людей, да. То есть, понятно, что это какая-то попытка успокоить протесты сейчас и показать, что, ну, вот, власть не глуха к желаниям жителей. Но, да, вот, не мытьем-то катаньем, но вот как-то, по крайней мере, есть какое-то движение в этой теме. Понятно, что, по крайней мере, у меня в голове выстраивается такой паттерн. За последний год самые громкие протесты проходят в национальных республиках, Дагестан, Якутия и Башкирия. Это совпадение, что в национальных республиках вспыхивают вот эти искры массовых протестов? И на это тенденция, как ты думаешь? Да, действительно, как бы корреляцию мы наблюдаем, что в Дагестане же, между прочим, до событий с аэропортом были еще, в общем, против мобилизации протесты, потому что там забирали много людей. Да, чтобы наши слушатели не подумали, что мы чего-то умалчиваем, я говорю, что речь идет об антиеврейских погромах в республике и не только в ней. По Северному Кавказу тоже были такие случаи на фоне войны Израиля с Хамасом. Извини, продолжай. И, кстати, про погром Махачкале же тоже говорили, что это все спровоцировано Западом, что это тоже, в общем, валили всю вину на, значит, эмигрантов или там на Европу с Америкой. То есть, во-первых, это власти постоянно делают, это как бы их такой, козел отпущения во всем обвинить Запад, а во-вторых, ну, это опять-таки уход от проблемы, от того, чтобы посмотреть проблемы в глаза. И я, конечно, не политолог, чтобы оценивать, в чем проблема в национальных республиках, но мы видим, что на полномочия национальных республик годами ведется наступление. Так или иначе, достаточно вспомнить, как в Татарстане отменяли изучение татарского в школах. Вот я помню, что ты еще тогда писал про это. Да. То есть, не первый год и не два, и даже не пять накапливается это напряжение в национальных республиках, когда люди чувствуют, что вот это никакой автономии на самом деле нет, никакого уважения к тому, что вот мы россияне, многонациональный народ и вот к этим нациям как-то уважения никакого нет. И вспоминая Якутию, я ездила в Якутию в 2019 году, тогда там тоже была волна протестов, связанная с мигрантами в регионе. И сейчас вот повторилось, мигранты совершают преступление или люди думают, что это были мигранты из Центральной Азии и начинают возмущаться. И вот я ездила в командировку и говорила с женщиной, которая вышла замуж за Узбека, по-моему, и она переживала и говорила, что с одной стороны ее сейчас, ее земляки осуждают и у детей какие-то проблемы в детском садике, а с другой стороны она и уехать никуда не может. Она говорит, я же вот была в Москве и там мои землячки были в Москве, их там принимают тоже хоть за казашек, за узбечек, типа, и тоже не принимают за своих, короче, вот в Москве. То есть буквально человеку некуда ехать, она везде чужая. Это очень много говорит, да, о отношении к национальным меньшинствам в России. И оно, мягко говоря, не очень хорошее, и люди это знают и чувствуют. И когда у них даже на своей вот этой малой родине, где, казалось бы, у них должны быть все права и где они должны чувствовать себя в своем праве, даже там наступают, что-то отбирают, будь то шаханы отбирают или кого-то изнасиловал приезжий, или якобы евреи летят, чтобы занять места дагестанцев, что звучит как бред, но с людьми это резонирует с их ощущением того, что им места нет нигде, и свободы у них нет нигде, и прав у них нет нигде, даже в родной республике. Мне кажется, что они заранее уже многими годами разогреты, и поэтому протест так легко вспыхивает именно в национальных республиках. Спасибо большое, Наташа. Я беседовал с журналисткой Русской службы Би-Би-Си Натальей Изотовой, а вы слушали подкаст «Что это было?» Наш дом на сайте Русской службы Би-Би-Си, но, конечно, мы представлены и на многих подкаст-платформах, и в Тинеграме. Русской службы Би-Би-Си можно послушать новые выпуски, и на Ютубе в канале Русской службы Би-Би-Си можно послушать и иногда даже нас посмотреть. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и пересылайте выпуски друзьям. Комментировать тоже полезно, так больше людей нас посмотрят и послушают. Спасибо вам за все эти действия. Меня зовут Сева Бойко, а новый выпуск «Что это было?» уже завтра.